Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы с вами читаем 2 Петра, 1 главу, с 5 по 7 стих, потому что здесь Бог дает нам божественный проверочный список. Для сильной веры нам нужны все эти качества. Давайте снова прочитаем с 5 стиха. «Прилагая к всему все старание, добавьте к вере вашей, добавьте к вере вашей, добавьте к вере вашей». Вера не живет в одиночку, и вера не может управиться в одиночку. Спасибо Богу за веру. Вера угодна Богу, но вере необходимо подкрепление. Если веру сравнить с мостом, то под ним есть семь опор. Это те семь качеств, которые Петр перечисляет Духом Святым. Итак, он говорит, добавьте к вере вашей добродетель или высокую нравственность, потому что Бог нравственный Бог. Насмешки над нравственностью чреваты страданиями. Они приводят к страданиям. Аминь. Общество, в котором мы живем, размыло границы нравственности, но Слово Божье по-прежнему четко ее определяет. Библия говорит, что Иисус был помазан елеем радости более всех соучастников Своих, потому что Он любил праведность и ненавидел беззаконие. Почему? Потому что у Него не было размытых границ. Он знал, что любить и что ненавидеть. Если что-то нечисто, порочно, неправильно, мы не называем это наслаждением. Аминь. Как освободиться от зависимостей? Как освободиться от плохих привычек? Решите их возненавидеть. Аминь. Не наслаждайтесь ими больше. Решите не наслаждаться алкоголем или наркотиками. Решите, я ненавижу это. И скажите, я ненавижу это, я ненавижу это. И в моей жизни не будет того, что я ненавижу. Аминь. Четко заявите, что вы любите и что ненавидите. Аминь. Так жил Иисус. Он жил нравственной жизнью. Аминь. Итак, сказано, добавьте к вере вашей добродетель или высокую нравственность. И к добродетели добавьте знания. Или имейте обновленный ум, познавайте слово. И к знанию воздержание. И к воздержанию терпение. И мы рассматривали все это на предыдущих служениях. Но теперь мы начнем рассматривать следующее. И добавьте к терпению благочестие. Чудесно, правда? Слово благочестие можно выразить словом богоподобие. Так я его определяю. Потому что именно это поможет нам выбрать жить ближе всего к той жизни, какую хочет от нас Бог. Аминь. Библия говорит, что благочестие полезно. Оно приносит пользу. Оно приносит возрастание во все сферы нашей жизни. Люди могут насмехаться над тем, что вы живете по стандартам слова, но они никогда не получат ту пользу, которую получите вы. Они не смогут разделить ваше возрастание. Чистая жизнь приносит возрастание. Жизнь, угодная Богу, приносит возрастание. Позвольте сказать, вам должно быть важно, угодно ли Богу ваша жизнь. Это должно быть важно. Аминь. Если вам важно угождать Богу, вам будет важно и чтобы люди, являющиеся авторитетом в вашей жизни, были довольны. Будь то ваши родители, или ваш начальник, или ваш пастор, те, чей голос авторитетен в вашей жизни. Это должно быть важно для вас. Вы не можете сказать, мне важно, чтобы Бог был доволен, но мне все равно, что думает кто-либо другой. Нет, нет, нет. Вам должно быть важно, чтобы те, кто знает Бога, были довольны вами. Аминь. Не в смысле попыток что-то заслужить, но если они недовольны, а они знают Бога... Послушайте, есть люди, которые знают Бога лучше, чем вы. И если кто-то, кто знает Бога лучше, чем вы, говорит, «Ты идешь не в том направлении», вам должно быть это важно. Почему? Потому что этот человек не пытается контролировать вашу жизнь. Он пытается ввести вас в возрастание, и он знает, что возрастание заключается в угождении Богу. Аминь. Мой муж часто говорил, «Благословение в угождении». Чем больше я слежу за тем, чтобы угодить Богу, тем больше я способна принять Его благословение. Вы знаете, неправильное отношение и неправильное сердце говорит, «Мне все равно, что Бог думает». Такое сердце не может принять богатство Его благословений. Аминь. Итак, он говорит, «Добавить к терпению благочестие». Я бы вот как объяснила, как проводить жизнь угодную Богу. Если вы бы не сказали это Богу, не говорите этого. Если бы вы не подумали это о Боге, не думайте этого. Если вы бы не сделали это Богу, не делайте этого. Аминь. Это очень быстрый способ. Быстрый способ определиться. Помню, как Бог мне показал кое-что. Лет, наверное, 20, даже 25 назад. Бог исправил меня в браке. Кого-то Бог исправлял в браке. Я не знаю, как так всегда получалось, что даже когда я знала, что я права, Бог меня исправлял. Как это возможно? Потому что Бога не заботит ваша правота в каком-то вопросе. Его волнует правильное положение сердца. На какой бы стороне спорного вопроса вы не находились, вы скажете, «Я знаю, что я прав». Да, но если вы гордитесь своей правотой, вы не правы. И если вы готовы разрушить брак ради своей правоты, вы не правы. Слава Господу! Счастливого Рождества! И веселого Нового Года! Один из приемов, которым я пользовалась в браке, и я не говорю, что это плохо, не поймите меня неправильно, Бог не сказал, что это плохое качество, но я выросла с остроумием, с мекалкой, умением найти, что сказать. В моей семье это ценилось, потому что я была младше из четырех детей, я не могла побороться с остальными физически, поэтому я их побивала словесно, и у меня это очень неплохо получалось. И я благодарна маме, потому что мои братья говорили, «Мама, у нее такой острый язык», а они были на 9 и на 10 лет старше меня. И мама отвечала, «Но она не может дать вам сдачи и вынуждена использовать язык». И я так благодарна, что мама позволяла мне это. Но, когда приносишь такое в брак, в завет это не работает. И вот я всегда знала, что именно сказать, чтобы добиться превосходства. И поскольку ум Эда так не работал, я оказывалась в дамках каждый раз. Стоило мне этим воспользоваться, и я гарантированно выигрывала. И Бог показал мне во сне преждевременную смерть. Назвал это, как одну из причин, и сказал, что мне нужно это исправить. И я, можно вам сказать, я была в шоке. Когда Бог сказал, «Сделай что-то со своим остроумием», и я такая, «Я думала, что я уже делаю что-то со своим остроумием». Я думала, что все наслаждаются им так же, как и я. Но послушайте, если не все от этого выигрывают, это неправильно. Серьезно, когда Бог обличил меня, я понятия не имела, что я оказалась на опасной территории, неправильной территории. Не поймите меня неправильно. Я не принижала мужа перед людьми. Я просто знала, какое словцо вставить, чтобы тут же взять верх. Пим-пим. Мы не спорили. Мы никогда не спорили. Я просто находила, что сказать. Он мне говорил, «У тебя ум юриста». Возможно, в его устах это было комплиментом, но Бог не считал это комплиментом для меня. Понимаете? Поэтому, когда Бог мне это сказал, я серьезно была ошарашена. Я подумала, «Я просто в шоке». И я сказала, «Я понятия не имела». И я сказала, «Боже, тебе придется дать мне время, чтобы избавиться от этого, потому что я делала это всю жизнь, и у меня хорошо получалось. Мой папа был таким находчивым, таким остроумным, я считала за честь быть похожей на него». Понимаете? Вы не представляете, как часто мне приходится не спровергать мысли, чтобы не вернуться в тот поток. Я не говорю, что нельзя веселиться и быть остроумными. Я говорю, что нельзя это использовать, чтобы принизить кого-то ради своей выгоды, особенно в браке. И вот, я сказала Богу, «Тебе придется дать мне время, чтобы это исправить, потому что я была такой очень долго, и я обожаю то, что он ответил, «Я не даю тебе время на исправление». Я подумала, «О, нет, дело плохо». И я сказала, «Тогда тебе придется мне помочь». Он ответил, «Я помогу тебе». И вот, что он сказал, «То, что ты не сказала бы Иисусу, не говори мужу. То, что ты не сделала бы Иисусу, не делай мужу. То, что ты не подумала бы об Иисусе, не думай о муже». И все. И знаете, в один день все изменилось. Я стала другой, применяя это. Вы знаете, что это? Благочестие, богоподобие. Аминь. Дамы, господа, если вы думаете, есть конкретно расписанные роли, она занимается этим, а он занимается тем. Послушайте, если бы Иисус был у вас дома, и вы, мужчины, пошли бы на кухню заварить себе чай или кофе, неужели вы не предложили бы Иисусу чай или кофе? Тогда предложите своей жене. Аминь. Дамы, если бы Иисус уронил свой плащ на пол, вы бы задали ему взбучку? Наверное, нет. Просто поднимите и уберите плащ, и уберите спор. Слава Господу! Богоподобие повлияет даже на вашу одежду. Мужчины, не говорите, «Так и буду постоянно все разбрасывать». Она ведь будет постоянно подбирать. Позвольте спросить, «А у Иисуса дома вы продолжали бы все разбрасывать?» Видите, то, что вы не сделали бы Иисусу, не делайте вашей жене, вашей семье, вашему мужу, видите, это ответ на все. Богоподобие. Это просто панацея от всего. Аминь. Аллилуйя. Повернитесь к своему супругу, супруге, и скажите, «Да, я буду как Бог, и ты будешь как Бог». Богоподобие «быть похожим на Бога» потребует посвященности. Бог нас не посвящает, мы сами себя посвящаем. Посвятить значит отделить себя от того, что не угодно Ему. Зачем? Чтобы отделить себя для того, что угодно Ему. Посвящение заключается не только в избавлении от чего-то, уходе от чего-то, но и во вхождении во что-то большее. Аминь. То есть посвящение не что-то отрицательное, а положительное. Чем больше мы отказываемся от того, что не угодно Богу или не похоже на Него, тем больше мы можем вместить то, что похоже на Бога и что угодно Ему. Аминь. Писание говорит, «Много званых, а мало избранных». Видите, Бог призывает многих. Почему? Потому что Он хочет, чтобы многие преуспели, чтобы многие были избраны, но избранных мало. Почему много званых, а мало избранных? Потому что мало тех, кто отделяет себя для того, к чему Он их призвал. Дело не в том, что Бог многих позвал, но лишь немногих избрал, а в том, что Бог позвал многих, но лишь немногие сделали себя пригодными. А Бог мог избрать только тех, кто посвятил себя тому, к чему Он их призвал. Аминь. Важно быть заинтересованными в том, для чего вы рождены. Аминь. Потому что вам нужно, чтобы Бог мог вас использовать в том, для чего вы были рождены, чтобы вы могли исполнить то, для чего вы рождены. Отсюда приходит удовлетворение полнотой жизни. Вот почему у людей кризис среднего возраста и им срочно нужен красный автомобиль или другой брак, или другая работа, или другой дом. Потому что у них внутренняя неудовлетворенность. Единственное, что способно удовлетворить вас внутренне, это то, для чего вы рождены. И вам нужно получить то, для чего вы рождены от автора этого плана. Первый шаг к знанию того, для чего вы рождены, это рождение свыше. Вам нужно родиться свыше. Вы не сможете жить в том, для чего вы рождены, пока вы не родитесь свыше. И уже родившись свыше, вы узнаете, для чего вы рождены. И живете так. И эта жизнь приносит удовлетворение. И тогда я не против сказать, что мне 58 лет. Мне не нужно врать, что мне 41. Я выгляжу не днем старше 63, но мне все еще 41. Нет, вам не нужно лгать и стесняться своего возраста, потому что вы внутренне удовлетворены своей жизнью. Не потому, что вы идеальны, а потому, что вы знаете. Я жажду его плана. Я стремлюсь к его плану. И то, для чего я рожден, единственное, что меня интересует. И в этом есть такое удовлетворение, что мне не нужно искать другого супруга или другую работу или другой дом или более быструю машину, чтобы наполнить свою жизнь вещами, которые никогда меня не удовлетворят. Аминь. Люди, находящиеся в депрессии, не знают, для чего они рождены. Аминь. Так много людей занимаются самолечением, потому что их ум терзается от того, что они живут не в том, для чего рождены. И их внутренность не удовлетворена. Аминь. Слава Господу. Все, что нужно, это сказать. Иисус, я хочу Тебя и я хочу Твой план. Это так просто. Аминь. Это так просто. Аминь. Когда вы посвящены Богу, вы удаляетесь как можно дальше от зла. Когда вы посвящены, вы не живете на грани погибели. Вы не ходите по краю. Вы не живете как можно ближе к миру, как можно ближе к плотской жизни. Когда вы посвящены, вы хотите удалиться от этого как можно дальше. Грустно слышать, как христиане говорят, ну я могу пить алкоголь, и меня это не беспокоит. Вопрос вот в чем. Почему вам вообще хочется подобраться настолько близко к злу? Потому что алкоголь заведет вас туда, где вы никогда не думали оказаться. Мой муж был рожден в семье с алкоголизмом. Я знаю, что делает алкоголизм. Аминь. И когда вы посвящены, вы не захотите подходить близко ни к чему, что может привести к погибели. Аминь. Вы вовсе не захотите к этому приближаться, потому что я так люблю чистоту, я так люблю Божий план, и я так хочу Божий план, что я не буду заигрывать с тем, что может меня уловить. Да. Слава Господу. Что Павел говорил? Димас оставил меня. Послушайте, Павел, один из самых сильных мужей, когда-либо ходивших с Богом по этой земле. И он говорит, «Димас оставил меня. Он оставил человека такого уровня. Мы были бы счастливы служить рядом с таким человеком. И Павел говорит, «Он оставил меня, возлюбив нынешний век». Он оставил Божий план. Он оставил мужа Божьего. Почему? Потому что он любил то, что в мире. Как мир смог его утащить? Он держал там свою руку. Ничто не сможет вас утащить, если вы к этому не приблизитесь. В притчах в расширенном переводе сказано, «Не подходи близко к месту искушения». Чтобы вас не искушало, удалитесь от этого. Не нужно к этому приближаться, чтобы доказать, что вы сильнее. Библия говорит, когда вы сильны, вы удаляетесь от того, что вас искушает, а не приближаетесь, чтобы показать свою силу над этим. Вы удаляетесь от этого. Вот что такое посвящение. Вы не проводите время с людьми, которые не живут в посвящении, потому что это затащит вас назад в то, от чего вам нужно быть свободными. Аминь. Слава Господу. Что еще нужно добавить к этому потоку благочестия? Последние два качества в списке, которые нужно добавить, это братолюбие и любовь. Правда, интересно, что он разделил эти два понятия, что он провел различия, что он не просто написал любовь, он перечислил сначала братолюбие и потом любовь. Почему? Потому что то, как вы обращаетесь с братьями, весьма важно. мы должны относиться с любовью ко всем людям, но особенно к своей семье во Христе. Аминь. Наша любовь и преданность братьям должна быть сильнее, чем к неспасенному миру. Не поймите меня неправильно, мы любим неспасенный мир, но мы заботимся о нашей церковной семье и теле Христа, уделяя Ему внимание, вкладывая свою силу и энергию. Почему? Потому что мы свои, мы соединены взаимно скрепляющими связями, которые нам нужно покрывать любовью. Я люблю людей, я люблю братьев, мне не нужно знать их, чтобы решить их любить. Они любят того, кого я люблю, они любят того, кто спас меня. Это делает их достойными, и мы скреплены. Аминь. И я люблю их, и я не буду делать ничего, что может им навредить. Аминь. Перед тем, как что-то сказать, подумайте, как это повлияет на тело Христа. Прежде, чем что-то сделать, подумайте, как это повлияет на братьев. Папа Хеген говорил с нами о людях, которые выходят из своей церкви и открывают новую неподалеку, и ведут служение так, что перетаскивают других членов церкви. Он говорил, вы не рассуждаете о теле Христа. Вам нужно задуматься, как это повлияет на того пастора. Я не буду делать ничего, что навредит другому пастору. Я не буду делать ничего, что навредит другому верующему. Я не буду делать ничего, что навредит братьям. Аминь. Неудивительно, что Дух Святой повел Петра провести различия между братолюбием и любовью. Вы скажете, разве это не одно и то же? Родители, разве вы не любите своих детей больше, чем соседских? Конечно, любите. Да, вы любите своих детей больше, чем соседских. Вы любите соседских детей, вы хорошо обращаетесь с соседскими детьми, правильно к ним относитесь, но в первую очередь моя любовь принадлежит моим детям. Так? И Бог также на это смотрит. Ваша лучшая любовь должна достаться его детям, а тело Христа его. Аминь. И важно, как мы обращаемся друг с другом. Аллилуйя. Итак, нам ближе всего тело Христа. Вы скажете, но я работаю со многими неспасенными людьми. Возможно, это так, но вы с ними не соединены в одном теле. О теле Христа слово говорит, что он соединил нас взаимно скрепляющими связями. Мы не соединены с неспасенными. Когда они родятся свыше, они будут соединены, но с неспасенными мы не соединены так, как мы соединены друг с другом, а те, с кем мы соединены, заслуживают самой сильной нашей любви. Аминь. Ну, слава Господу. Неправильно обращаясь с братьями, вы откроете дверь для дьявола в вашей жизни. Помните, что я говорила о соединении точек? Если вы неправильно обращаетесь с поместной церковью, с пастором, с членами своей церкви, если вы распускаете дома язык, со временем определенные вещи в вашей жизни начнут разваливаться, и если вы не соедините точки, не осознаете причину, вы будете думать, что с вами все в порядке. Когда вы вредите телу Христа, возмездие, последствия не приходят на следующий день. Иногда они приходят через год или через два. Почему? Потому что Бог дает вам время это исправить. А не потому, что Он этого не заметил, не потому, что Он этого не увидел, и не потому, что это не принесло вреда, но потому, что Он дает вам время исправиться. Спасибо Богу за этот период благодати, за этот период милости. Аминь. Знаете, когда вы вовремя не оплатили счет и вам дали отсрочку, это на английском называется периодом благодати. Бог дает нам благодать, чтобы привести все в порядок, а не в качестве одобрения неправильного поведения. И возмездие не приходит от Бога, оно приходит от греха. Аминь. Будете вредить телу Христа и болезнь заявится на пороге вашего дома. Вы понимаете? Ваши дети могут заболеть, если вы распускаете язык против верующих. Поймите, вы выходите из воли Божьей. Папа Хеггин учил нас, что христианин способен грешить, только оставив любовь, выйдя из любви. Как вы обращаетесь друг с другом? Послушайте, идеальных людей нет. Не пытайтесь искать совершенства. Знаете, я могу не замечать несовершенства человека, когда вижу, что его сердце любит Бога, потому что его сердце может быть совершенным перед Богом, несмотря на какие-то несовершенства в его плоти или в его повседневной жизни. Аминь. Позвольте поговорить о вашем браке. Можно не обращать внимания на что-то, что обычно вас отталкивает или утомляет, когда вы знаете, что сердце человека на правильном месте. Не правда ли? И в теле Христа я люблю абсолютно каждого из вас. Почему? Потому что вы его и вы соединены со мной и я соединена с вами и я не стану дома вас обговаривать, потому что тогда я причиняю боль собственному телу. Если вы сеете вред в тело Христа, вы пожнете вред. Не от Бога, но из-за того, что вы ушли из территории любви на территорию дьявола. Аминь. Итак, он сказал, что нам нужно позаботиться о том, чтобы у нас было братолюбие. Позвольте прочитать вам Галатам 6, 10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Он говорит обо всех. Делать добро всем. А затем он говорит о наипаче своим повере. Он проводит различия между всеми и своими повере. Можно вам сказать, ваша семья, если ваша семья рождена свыше, те, с кем вы живете под одной крышей, муж, жена, дети, они тоже свои повере. Аминь. Вам нужно быть щедрыми к ним так же, как нужно быть щедрым к своей поместной церкви. Только тело Христа свои повере. Ваша семья свои повере. Аминь. Не будьте мелочными и прижимистыми по отношению к семье. Не говорите, ты не можешь себе этого позволить. Скажите, дорогой, если тебе это важно, давай верить Богу вместе. Возможно, у вас нет денег, чтобы это купить, но не лишайте этого семью. Не так нужно обращаться со своими повере. Просто скажите, дорогая, я буду верить вместе с тобой. Если это важно, давай верить вместе. Аминь. Слава Господу! Позвольте сказать, используйте свои таланты на благо церковной семьи, тела Христа, а не только для зарабатывания денег. Аминь. Если вы хороший администратор и этим вы зарабатываете на жизнь, возможно, и ваша поместная церковь нуждается в ваших способностях. Используйте их для церкви, потому что тогда вы на первое место поставите тело Христа, а не этот мир. Аминь. слава Господу! Хорошо и правильно помогать. Например, в спортивной команде вашего ребенка. Может, вы тренируете команду или как-то еще помогаете. Это хорошо и правильно. Но неправильно служить там, при этом не служа своей поместной церкви. Это дисбаланс, потому что вы проявляете больше любви к светскому учреждению, чем к телу Христа. Мы все члены этой семьи, и нам нужно что-то делать в нашей поместной церкви. Поместная церковь это семья. Позвольте вас спросить, после ужина, у вас один-два человека за всеми убирают, а остальные сидят и смотрят? Кому-то нужно что-то сказать, если такое происходит. Все ели, все должны помогать. Вот что мне нравилось в папе Хегене. Его хождение в любви было настолько развитым, его жизнь веры была настолько развитой. Он говорил, моя жена готовит посуду мою я, она помогает мне в служении, я помогаю ей по дому. Почему? Потому что суть не в том, что это ее обязанности, а это мои. Суть в том, что мы семья, мы вместе, и мы помогаем друг другу. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Делайте добро всем, живите в любви ко всем, а наипаче к своим поверить. Посторонним не должна доставаться лучшая версия вас, чем вашей семье. Ваша доброта принадлежит вашей семье. В первую очередь. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok